Как тебе такое, Илон Маск? Хочется сказать, глядя на эту баню. Всем привет, на связи Евгений Киселкин. И это очередной обзор проекта. Проект это не мой. Проект это ребят из компании Термоэстетика. Моих партнеров. Совместно вот такую историю мы сделали. Вот и сейчас о ней. Что вообще такое тут есть за космолета. Я вам расскажу. Погнали. Габаритные размеры бани. 5 метров длина корпуса досюда. И козыречек 30 сантиметров. 4 метра ширина бани. Значит здесь коричневый, укрывным составом коричневым покрашена баня. Цвет темный шоколад. Черным покрашены опорные ноги. И брус обвязки бани. Здесь 12 свай. Такие бани только на свайный фундамент, я считаю, нужно оставить. Либо делать прям очень хорошую подготовку, отсыпку участка. Именно вот где будет стоять эта баня. Щебнем. 4 ленты из нержавейки. Но здесь они в большей степени играют роль декоративную. Потому что корпус бани прокручен на саморезы. Как торцевым стенам, так и между собой доски все прокручены. Поэтому это больше декор. И подтяжка там нужна будет минимальная. То есть чтобы просто ленты не ослаблялись. Опоры бани сделаны из бруса 100 на 150. Покрашены резиновой краской. Прорезиненной такой. То есть они защитят эти опоры. И брус обвязки надолго. Кровля коричневая. Ромбиком стандартная. Технониколевская. И металлические отливы. Уже наверное наши фирменные. Узнаете их. Соответственно если видите баню-бочку с такими отливами. Знаете это делали мы. Торцы бани также обработаны черной краской. Красивое сочетание. Вот этого темный шоколад и вот этот черный цвет. Мне прям очень понравилось. Два окна. Окно в парном отделении. Окно в моечном отделении. Для проветривания. И вентиляция. Также там и там есть приточная. С задней стороны больше ничего нет. Обычно это такая техническая сторона бани. Все ништяки и весь класс находятся спереди. Поэтому пойдемте уже туда. Ну и вот собственно про что я говорил. Это вот про эту красоту. Фасад. Он мне очень нравится. Здесь у нас есть полукруглое. Сделанное по контуру стенки. Так называемое донышко стекло. Это каленое стекло. 8 миллиметров. Прочное. Надежное. Такая крутая панорама. Я например на сегодняшний день. Ничего подобного на просторах интернета не встречал. Чтобы делали вот так вот. Поэтому это такая ноу-хау. И как я сказал проект не мой. Проект совместно был разработан с компанией термоэстетика. Ребята вот такую историю предложили. И клиент согласился. Значит здесь также у нас на лицевой стороне два светильника декоративных. Это подсветка. Земля неба так называем. Не знаю почему. Но вот как бы такие красивые светильнички декоративные. Входная дверь это ПВХ. На трех петлях. Со стеклопакетом. Ламинация в данном случае серая. Но она очень хорошо с черным вот этим цветом сочетается. Не выделяется. На входе у нас ступенечка. Две ступеньки. Чтобы удобно было туда в баньку заходить. Вы только посмотрите на масштаб этой панорамы. Вот я высоту. Не могу достать двумя руками. То есть это огромное стекло. Установлено в деревянной раме. То есть сделан специальный фланец так называемый. В который вставлено это стекло. И соответственно закрыто наличниками. Чтобы надежно стояло. Стекло каленое прочное. Можно вот стукать. То есть оно также имеет эластичную структуру. Но вот для как раз таки не перевозных бань. Потому что здесь геометрия не может измениться бани. То есть по бездорожью никто не ездит с такой бани. Вот оно как раз подходит. Давайте пойдемте внутрь. Посмотрим как это все выглядит изнутри. На раму и на все остальные детали этой прекрасной бани. Через пластиковую дверь мы попадаем в просторную комнату отдыха. Она имеет размер 2,35 на 4 метра. Первое что хочется сказать куда еще больше. Я в позапрошлом ролике говорил о том, что в целом для меня баня-бочка это очень маленькая банька. И люди делают еще больше чем это. Вот это 4 на 5 я считаю супер большая баня. А люди еще там 6 на 6 делают такие бани. Здесь и так много места. Здесь 1 скамейка, 2 буквы Г полок, большой стол. На мой взгляд больше некуда. Те, кто не эксплуатировали такие бани, не понимают, что вот в данную комнату отдыха ее надо прогреть. Для того, чтобы здесь было комфортно находиться. Здесь обязательно нужно находиться в обуви, в тапочках каких-то, типа угги, да, которые. Потому что пол здесь будет холодный. Здесь вот тепло будет, здесь будет много пара, здесь будет тепло и здесь будет холодный пол. Я почему об этом говорю? Потому что сейчас заказчики спрашивают, а как вот это, а как эксплуатировать. В зимнее время года вы лишний раз такую баню топить не будете. Потому что для того, чтобы ее вот именно эксплуатировать зимой, нужны определенные дополнительные вещи. То есть если вы построили себе каркасник здоровый, с теплым полом, тогда босичком зашли, натопили, у вас тепло и априори будет. В общем, ну в целом мне баня нравится. Своими габаритами, размерами. Давайте вот подробненько, что тут есть. Так, начнем значит отсюда. Здесь у нас автомат, входная группа, автомат, выключатель. Подведено уже заказчиком электричества. Сделана разводка по всем отделениям. Здесь есть выключатель, который выключает в этом помещении и уличное освещение он выключает. Там есть выключатель второй для мойки и для помещения парилки. Потому что, ну бывает такое, что человек просто пришел вот здесь посидеть, там не знаю, покурить кальян, подумать, почитать книжку. Это летом, да, имею ввиду. И ему там освещение в принципе не нужно. Удобно, удобно. Здесь у нас расположена лавочка, ширина ее 50 сантиметров. Такая лавка, многие, когда обзоры я смотрю, говорят, вот раз, два, да здесь никто не будет сидеть где-то лавочка для того, чтобы здесь что-то складывать, какие-то вещи, вешалочку, да, сделать для того, чтобы там верхнюю одежду снять и так далее. То есть здесь сидеть никто не будет, но при желании, естественно, если у вас тут сабанту и у вас 15 человек в бане, то, конечно, посадочные места это дополнительные. Ну и вот обратная сторона, так сказать, противоположная от той технической. Я считаю ту сторону технической, потому что даже сейчас там валяются дрова и там всегда будет именно таким, ну так, да, то есть там будет валяться какой-то хлам, какие-то дрова и так далее. А это вот такая уже зона тусовочная, релакса, отдыха, потому что здесь есть широкие лавочки по 60 сантиметров и, соответственно, здесь в полный рост можно лечь здесь, напомню, 2.35. Здесь посидеть, там посидеть, то есть собраться в большой компании за таким большим столом и вот, например, поиграть в настольные игры. Интересный, активный отдых в компании получится. Стол большой, передвижной, сделан из массива кедра, сделан из кедра, потому что просто был кедр, остатки, грубо говоря, из него сделали вот такую красоту. Если хотите себе такой стол, можете отдельно у нас его заказать, но это я вам скажу, что будет недешево. Как раз-таки вот окно здесь именно такого размера, чтобы вот в этой тусовочной зоне все, кто находился, могли наслаждаться прекрасным видом из этого самого окна. А вся техническая часть, она была, соответственно, там. Фланец, про который я говорил, это рама из склеенной древесины, надежная, прочная, держит очень большие нагрузки, термонагрузки, нагрузки по влаге и так далее. Ничего с ней не случится, да, то есть поддувания никакого нет, здесь дополнительно сделан декоративный канат. И вот весь этот узел довольно-таки надежный, прочный, долгие годы прослужит. Из электрики, значит, имеются две розетки, раз розетка и вот за моей спиной два розетка, чтобы можно было подключить какие-то гаджеты, например, чайничек. Ну и таким связующим своего рода звеном является вот эта печь, точнее вот этот вот портал, да, с проходным узлом от печи. Печка-термофор, модель здесь вы на экране увидите, не помню, как она называется, но вот имеет она такое большое окно, витражное, где можно смотреть за огнем. Там большая топка, зольничек, здесь сделано нержавеющим листом проходной узел и там все у нас базальтовым картоном проложено. Печка хорошая, греет баню очень быстро, но они уже в парилке, расскажу подробнее. В моечное отделение мы попадаем через стеклянную дверь, это каленое стекло 8 миллиметров, 3 петли, высотой 1,90 м с магнитным замком. Вот так вот, наизусть уже зная все эти названия, потому что в каждой бане, ну, практически одно и те же материалы мы используем, потому что это хорошие, это надежные элементы. Значит, что у нас здесь есть? А здесь у нас также с левой стороны расположена лавочка, на полу лежат трапики и сливное отверстие. Но всем заказчикам таких бань, квадро-овальных, овальных бань мы говорим, что для использования этого отделения как мойки нужно дополнительное оборудование. То есть, либо мы делаем пол из полипропилена, большой поддон, либо ставим стационарную душевую кабинку, в которой можно мыться, потому что пол здесь ровный, вода будет уходить через него плохо. Но в базе мы ставим просто сливное отверстие, соответственно, заказчик уже там сам решает, прямо тут будет он мыться, либо будет что-то дополнительно ставить. Окошко для проветривания также имеется в моечном отделении 40 на 40 со стеклопакетом из липы. Ну и здесь освещение, как вы видите, немножко поменялось, здесь оно такое более теплое, потому что здесь уже стоят керамические светильники, в предбаннике вот вставочка, там обычный декоративный, красивый, такого нейтрального цвета. Ну и, собственно, больше здесь рассказывать не о чем, то есть помещение просторное, комфортное, вот здесь бы я поставил просто душевой поддон, чтобы можно было помыться, либо, соответственно, сделал, вот как я говорил, полноценную такую вкладыш, да, то есть где можно было, например, проблемное устройство вот здесь повесить и, соответственно, плескаться. Пойдемте в парилку. В парное отделение мы попадаем также через дверь из каленого стекла, такую же точно, и что мы здесь видим? Здесь у нас парное отделение полностью обшито осиновой вагонкой, под осиной проложена фольга, изоляция, потому что мы не можем дерево к дереву класть, да, то есть надо там, чтобы было изолировано, ну или смысла этого не имеет. Осина сорт АБ, не экстра, удивлю, но не всем нравится чисто белый, вот такой белоснежный, да, что в глазах начинает рябить. Некоторым людям нравится, в том числе нашему заказчику, нравится дерево, в котором есть сучки, да, то есть, для мой взгляд, интересно, есть рисунок какой-то и живое, что ли, стало именно помещение. По мебели здесь, значит, здесь у нас полога, 70 сантиметров шириной раз полок, два полок, буковка Г, они идут, я уже наверх туда забираться не буду, как я обычно это люблю делать, просто поверьте мне, что здесь в полный рост, там один человек может лечь и второй может лечь. Сидя, вот это вот как раз помещение для шести человек примерно, то есть здесь есть удобная нижняя полога, 40-30 сантиметров и скамеечка под емкость для горячей воды, чтобы набирать удобно было. Этот формат парилки, это для большой компании. Шесть человек сюда поместится нормально, потому что часто говорят, вот в баню-бочку квадро, шесть метров, влезет шесть человек, да с трудом я вам скажу, туда влезет шесть человек. Все будут сидеть, ютиться, а здесь при таких габаритах высота 2,30 здесь потолков, удобно, комфортно, всем будет посидеть, поболтать, ну или послушать пар. Под пологами имеется светодиодная подсветка, с пультика она включается, можно поярче, потусклее сделать, настроить и, например, выключить здесь свет. И вот в таком вот уютном, комфортном формате освещения, приглушенно можно отдыхать, в парилочке сидеть. Вообще парилка на самом деле такое место, да, где даже вот, например, многие считают, что окно 40 на 40 большое, и они там его убирают или тонируют каким-то образом его, чтобы здесь можно было создать приват и темноту. Ну, есть такие ценители бани. Давайте включим свет обратно. Немножко магии и монтажа, соответственно. Дальше, что здесь у нас есть? Классно, что везде сделаны лавочки, можно посидеть. Здесь, значит, у нас расположилась печка, термофор, суховоздушная печь с малым объемом камней, то есть печь в основном греет воздух. Парилка, она в основном предназначена для режима сауны. Отделка осиной, под которой проложена фольга. В комплексе с суховоздушной печью дают как раз-таки те самые 100-110 всеми любимых градусов, да, которые любят подсоздавать себе люди, да, то есть перегретый сухой воздух, как в финской сауне. Это именно про это, не про русскую баню. Сгончик. Обратите внимание, вот я в каждом видео рассказываю про детали, вот этот вот сгон с уголочком стоит в 4 раза дороже, чем, например, здесь будет из черного металла. Бак для нагрева воды 55 литров будет давать какую-то влагу, то есть немножко воздух увлажнять за счет кипения воды, но все равно здесь в парилке будет очень сухой воздух. И сэндвич труба, дымоход в кровлю, безопасно и красиво. Освещение в парилке это керамический светильник, стандартный, ну такой вот даже не греется, классно. Дополнительно парное отделение здесь ничем не обрабатывалось, потому что это баня для частного использования, и заказчики уже сами будут смотреть, нужно им обрабатывать, либо не нужно, либо будет вот устраивать тот формат старения естественного, да, при эксплуатации парилки или нет. Например, мне не нравится, я всегда за обработку, но кто-то хочет, чтобы было все натурально, красиво, минимальное внедрение в парное отделение каких-то химических составов, даже если они натуральные, человек абсолютно против. Окей, чисто, красиво. Ну что, как вам банька? Ставьте лайк, если понравилось, либо пишите свой комментарий, что вам не хватило. Ну а я буду финалить ролик мыслью, это на сегодняшний день недорогая альтернатива просторной бани. Почему? Недорогая, потому что в сравнении, например, с каркасной баней такого же размера, вот я сейчас буду строить себя на участке каркасную баню размером 5х4, это в три раза дешевле получается. То есть вы получаете полноценную баню, да, с определенными нюансами касательно эксплуатации, о которых я говорил, то есть тапочки нужны будут, потому что пол будет холодным, определенные температурные режимы парного отделения, нужно дополнительный обогрев ставить и так далее, то есть, ну это будет баня, которой как баней можно будет пользоваться. Как складом, или как хозблоком, или как гостевым домиком, только в теплое время года, уж извините. Но вот получить такую красивую архитектуру на своем участке на сегодняшний день в другом конструктивном решении, к сожалению, невозможно. Если вас интересует стоимость бани, она в описании к ролику, если у вас есть какие-то вопросы, пишите ваши комментарии, ну и увидимся в следующих роликах, пока-пока.